Полная тележка, а Тамара все никак не может остановиться. Макароны, соль мясное. Ходит по рядам и не перестает удивляться. Ценники разных цветов и везде серьезная экономия. Зашла сегодня случайно. Цены очень обрадовали по сравнению с огружающими рядом магазинами. Теперь буду ходить чаще и увидела новые ценники, скидки. Цифры на этих новых ценниках не изменятся до 1 мая. Этот магазин в списке сетевиков, которые поддержали инициативу Ассоциации розничной торговли и заморозили цены. Так ли это, решил на месте проверить глава Реутова. Вообще компании заморозили 20 продуктов, но наша компания лента разработала еще список эконом до 90 позиций. Еще 70 позиций это товары первой необходимости. Овощи, фрукты, бакалея. Сергей Юров обходит все ряды. У гречки, которая не раз становилась героиней ценовых скандалов, остановка. Цена за килограмм чуть больше 60 рублей. То есть если два месяца мы ее продержим, будем продлевать, то в принципе такую цену мы будем держать? Конечно, мы будем держать. Такое решение бизнесмены приняли сами. Власти Реутова говорят, давить на них, чтобы снижали цены не могут. Нет юридического да и морального права. Зато будут поощрять. Мы их решили отмечать. Разработан сегодня логотип. Мы будем отмечать это здесь, как бы в магазине. Мы будем отмечать это на нашем сайте. Составим карту, на которой все потребители смогут зайти, посмотреть и понять, что да, вот в этом магазине мы можем прийти и конкретный перечень продуктов по зафиксированным ценам купить. Среди отмеченных этот магазин первый. Теперь покупателей будет встречать такая наклейка, проверена администрацией. И речь идет не только о ценах. Магазин этот уже одним из первых проявил инициативу и свою прилегающую территорию привел в надлежащее состояние. Убрали мусор, который у нас образовался после таяния снега. Запланировано их на ближайшее время приведение фасадной части в нормальное состояние. Наполнять интерактивную карту магазинов помогут общественники. Если магазин после проверки цены разморозит, дадут знать в тот же день. И это тоже отразят на городском сайте. Если зафиксированные цены будут повышаться, мы, конечно, будем на это реагировать. И совместно с администрацией будем уже регулировать этот процесс. Пока такая наклейка на одном магазине. Скоро их будут десятки. Акция продлится до 1 мая. Но бизнесмены уверяют, говорить о разморозке цен после этого числа пока рано. На прогулку с детьми Светлана вышла позже обычного. Говорит, всю ночь не спали. Всему виной стройка напротив. Работы здесь ведутся круглосуточно. Вот в 7 часов начало утра и в 12 ночи основная масса уходит рабочих. Но все равно остаются рабочие, которые заливают бетон, когда подъезжает машина. Ночью они работают. Доказательство вот. Светлана нарушение закона о тишине сняла из окна квартиры. На часах уже 11 вечера. А кран продолжает работать. Застройщик шумит и в тихий час. С часу дня до трех. К нарушителям наша съемочная группа пришла как раз в это время с инспектором Госадом технадзора. День добрый. Добрый. Административно-технический надзор. Начальник стройки выходит не сразу, знает, что закон нарушает. Но тут же оправдывается. Ночные работы мера вынужденная. Ночное мы не работаем. Ну, были, когда не успевали, да, было. Но сейчас мы ночное прекратили работать. На эту стройку жители жаловались уже не раз, говорит сотрудник административно-технического надзора. Но на этого застройщика никакие предупреждения не действуют. В протоколе фиксируется нарушение. Дальше выносится постановление, предусматривающее административное наказание за допущенное нарушение. Теперь строительной компании грозит штраф. За нарушение тишины придется заплатить около 50 тысяч рублей. Если жалобы повторятся, то сумма штрафа увеличится до 80 тысяч. Однако самое главное не наказать, говорит инспектор, а чтобы работать в ночное время прекратили. Чтобы Светлана и остальные жители наконец-то смогли выспаться. За снятие машины с эвакуатором могут ввести плату. В Московской области разработали проект документа. 2250 рублей. Столько предлагают платить, если машину уже погрузили на эвакуатор, но еще не успели увезти на штрафстоянку. Эта плата половина стоимости самой эвакуации. Сегодня она составляет 4,5 тысячи рублей. Деньги предлагается отдавать не сразу, а в течение недели. Причем при возврате автомобиля обязательно должен присутствовать инспектор ДПС, который выдаст разрешение на разгрузку. Сейчас данный проект находится на согласовании в различных инстанциях. Этих нарушителей сегодня поймали. На их же удачу. Инспектор ГИБДД не штрафует, предупреждает и объясняет. В чем же ваше нарушение? Как вы считаете? Мы должны были перейти через пешеходный переход. Дорожные полицейские работают возле школы номер 4. Движение здесь оживленное, и пешеходов-нарушителей хватает. А вы, наверное, за кем-то идете в школу? Да, за внучкой. За внучкой. А почему же переходите в неположенном месте? Ой, а вот с внучкой иду. Обязательно пройду. Прохожу туда и прохожу там. С внучкой. Это я без внучки нарушаю. Извините, больше не буду нарушать. Мне даже стыдно. Чтобы не было стыдно, дорогу нужно переходить в положенном месте. Ведь дети копируют поведение взрослых. Что ты сделал для того, чтобы убедиться в своей безопасности? Смотрела налево и направо. Это очень важно. И переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Да, по зебре. Молодец. Все ты сделала правильно. Посмотри, вот такой светоотражатель я вручаю тебе. Такой должен быть у каждого пешехода, чтобы видно было в темное время суток. В ходе профилактической операции и весенней каникулы инспекторы ГИБДД не только раздают светоотражающие фликеры, но и тут же на месте проводят беседы с нарушителями. Нарушение, которое допускают дети, пешеходы, это переход проезжей части в неположенном месте или неожиданный выход на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства. Потому что ребенок в силу своего роста и возраста не всегда заметен водителю. И резкое появление его на дороге, к сожалению, зачастую приводит к самым печальным последствиям. Сотрудники ГИБДД сейчас работают в усиленном режиме. И так до 5 апреля. Ежедневно несколько экипажей дежурят возле школ и в местах оживленных пешеходных переходов. Сегодня утром будет ясно. Около пяти тепла. Днем солнце закроет облака. Температура поднимется до 11 градусов. Осадков не обещают. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. К вечеру слегка похолодает до 2 градусов, но выше нуля. Это данные сайта Яндекс.